Это как ум, насчет умных вещей. Буквально утром в моей страничке в Инстаграм вопрос. Говорит, вот, пожалуйста, ответьте мне, мне 30 лет, ребенок мне 8 лет. Вот один мужчина предлагает стать второй женой и так далее, и так далее. Говорит, вот, ну, он хочет, он намаз, я намаз не читаю, вот еще так не особо что-то, а вот он очень верующий, очень набожный, намаз читает, и он говорит, что давай пока пусть никто не знает, никому ничего говорить не будем. Ну, там, мы как бы с тобой договоримся, я друзьям двоим позвоню, они будут в курсе. И нормально с тобой начнем, как бы, отношения. Вот интересно, да? Но интересно, я потом анализировал, вот именно эта категория людей, они обычно больше всего запрещают. Это харам, то харам, это харам и так далее. Но когда их лично касается, тем более того, что ниже пояса, здесь у них такие интересные схемы появляются. Второй жены, там, третьей жены. То есть, по сути дела, там, где надуманный харам, они прямо там супер-фанаты. А там, где очевидный харам, прямо всеми возможными, невозможными аятами, хадисами все прикроют. Главное, чтобы им все это было нормально. Удивительно, но таких… И там даже я специально повесил этот вопрос отдельным постом. Столько комментариев. И там, говорят, все реально, это очень распространенные вещи. Потом просто там талак, все. Все просто же. Ты сначала вроде без обязательств все отношения, все вроде какой-то никях, а потом вроде какой-то талак, и все нормально. То есть почему? Ну, она не послушалась мужа там, вышла в магазин. А в их понятии нельзя выходить женщине в магазин, пока муж не разрешит. И вот попробуй пойми, да? То есть жизнь, реальность как таковая, аяты и хадисы. Поэтому все так вроде красиво звучит, а когда по факту в жизни поведение человека, здесь все довольно непросто. Если вы хотите что-то найти, что поможет вам совершить какой-то грех, либо оправдает ваш грех, вы сможете найти. То есть тысячи мнений самых разных. Поэтому люди, кто-то оправдывает прелюбодеяние, кто-то оправдывает какое-то насилие, кто-то убийство, кто-то захват чужого. Я же… Эта история одна из таких ярких историй. Просто человек, с которым эта история столкнулся, он мне рассказал свое время. То есть человек добился определенных успехов, ну, не прямо супер-мупер, но внешне выглядит хорошо. То есть это, считайте, нулевые, начало 2000, первый год. У него дорогой крузер, джип Toyota, все как бы красиво выглядит. Он работает в Сибири. Хотя он работает очень тяжело, очень сложно. Все у него сложно, но внешне, конечно, богатый человек. Ну и внешне, он определенной национальности, но эта национальности бывает похожа на еврейскую национальности. Внешне. И люди замечают, кто-то дает информацию, что его сейчас дома не будет. У него дома дети, его мама заходит просто грабить. И вот это простая вещь, да, интересная. То есть я говорю уже, когда нужно, они что угодно оправдают. Ну, то есть все уводят детей, маму, и мама просто в какой-то момент детям говорит на родном языке, внукам. И они понимают, что эти люди – их же национальности. И что они делают? Они все так же, их скручивают руки, затыкают рот. И что можно? Все выносят из дома. Все равно. Здесь же вопрос, только как бы вот это как раз при желании. Я порой сам, когда некоторые богословы слушаю, я говорю, «Арабы» слова можно так повернуть, сяк повернуть. То есть люди даже не понимают, что они говорят. Порой некоторые богословы, они оторваны от реальности, но их словами можно оправдать очень серьезное преступление. Очень серьезное. И на них ссылаются, а они вроде как аяты хадисы цитируют. Но по факту-то, как бы поймите, хаватим, то есть везде и всюду. Нужно есть общий контекст Корана и Сунны. Если это в итоге приводит к преступлению, то есть у него намерений таковых не было. Она, опять же, и там даже пишет в комментариях, таких женщин потом разводятся. Они остаются на улице с ребенком, таких огромное количество женщин. То есть, если такой результат, как изначально его можно назвать халялем по присутствию формальных условий. То есть, изначально уже, да. Да, дела по намерениям. Изначально. И с точки зрения Ислама, если создается семья, она создается на всю жизнь. Если есть намерение временности, там посмотрим, как присмотримся. Это уже изначально запрещено. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok